Чей Геварой — сила вдохновения. Я всегда верил в силу искусства. Чем бы и где бы я ни занимался, почти всегда это было связано с творчеством. Даже в армии. В ряды вооруженных сил тогда еще Советского Союза я попал не то чтобы против своей воли. Просто подоспел возраст, и в ситуации, когда у тебя папа — человек строгих принципов, а сам ты не слишком задумываешься о будущем, это был самый логичный вариант. В части я стал художником в клубе. Кто имел армейский опыт, тот в курсе. Это должность — в топ-трех солдатской табели о рангах, наравне со штабным писарем и киномехаником. Большого уважения со стороны сослуживцев к себе я не испытывал. Оно и понятно, все бегут марш-бросок или мерзнут, отбивая ноги на строевой подготовке на плацу, а ты в тепле рисуешь серб с молотом на очередном плакате к 23 февраля. Но все поменяло искусство. В данном случае — искусство плаката. Это было в канун Дня Победы. Я несколько дней усердно трудился, нанося на огромный 7х3М металлический щит на полковом плацу изображения, увиденное в огоньке. В спокойной и уверенной позе стоит советский солдат-герой в плащ-палатке и с непременным автоматом ППШ в руке, а его с благодарностью обнимает освобожденный юзник канцлагеря. Закончил я это монументальное полотно накануне поздно вечером, почти ночью. Приказ командования был выполнен. Утро следующего дня выдалось тихим и солнечным. Вернувшись накануне в казарму глубокой заполночь, я с чистой совестью проспал не только подъем и зарядку, но даже завтрак. Это меня мало беспокоило, маршрут от казармы к клубу пролегал мимо самого популярного места в любой воинской части — буфета. Выйдя на улицу, я было направился привычным путем к месту работы. Но тут сослуживцы, сидевшие в стороне в курилке, увидели меня и, вскочив, бросились навстречу. Неужто так сильно обиделись, что зарядку закосил? Успело промелькнуть в голове. В принципе, я готов был ко всякому. Но произошедшее затем поставило меня в тупик. Все, как один, мои соратники, от хитроватых сержантов-украинцев до буддоликих казахов, принялись наперебой жать мне руку, хлопать по плечу и всячески выражать самую искреннюю уважуху. Ну ты даешь! Красавец! Ну ты молодец! Не ожидал! Это было признание. Все-таки сила искусства способна проникнуть в самые нечувствительные сердца. Что-то такое подумалось мне в тот момент. Вырвавшись из плотного круга поклонников, я неторопливо продолжил свой, теперь уже триумфальный путь. В теле чувствовалась необыкновенная легкость. Подскочивший запыхавшийся посыльный, сообщивший, что меня срочно вызывает начальник штаба, придал моему торжеству новый импульс. Вот. В мечтах я уже собирал чемодан, чтобы ехать в отпуск. Двустворчатые двери штаба стали моей триумфальной аркой, за которой меня ждали десять суток ареста. Путь до Гауптвахты я помню смутно. В ушах звучали эмоциональные эпитеты, которыми от всей души поощрял меня начштаба. Чей Гевара, было самое безобидное из того праздничного набора. Понять, почему его потянуло на революционную лексику и при чем тут товарищ Эрнеста, я не мог. Поистине драматические обстоятельства этого дела выяснялись довольно скоро. Из состояния недоуменной задумчивости меня вывели караульные, которые поведали мне историю моего падения. Плакат «Ко дню победы». Как я уже сказал, я подсмотрел в журнале. Изображение подкупило меня еще и тем, что там было всего два лица – солдата и узника. Это сильно упрощало задачу. Но в процессе работы я вошел во вкус и, набросав рисунок в общих чертах, всецело посвятил себя проработке деталей. С упоением выписывал складки плащ-палатки, накладывал все более реалистичные отблески на видавшие виды ППШ. С нарастающей жаждой художественной правды рисовал потертые цифры на лагерном номере заключенного. Пусть на оригинальном изображении в огоньке номера не было видно целиком, я восстановил недостающие подробности. На гауптвахту, как известно, сажают без суда. Может, оно и к лучшему. Потому что ни на каком суде, ни тогда, ни сейчас я не смог бы ответить на вопрос, как так получилось, что на спине у заключенного фашистского концлагеря оказался номер моей части. Это было подлинное вдохновение, и у него оказалось чувство юмора. Отсидев свой отпуск, я вернулся в казарму героем-бунтарем. За время моего отдыха кто-то аккуратно закрасил крамольные цифры на арестантской робе моего узника. Но меня это беспокоило не слишком, шедевр остался жить в сердцах сослуживцев. В общем, в силу искусства я верю до сих пор, а при встрече с вдохновением внутрь не собираюсь, мало ли. Автор, художественный руководитель театра модерн, мнение автора может не совпадать с позицией редакции.